Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Ташкентский паренёк с Урала. Хотя мне так не хочется называть его паренёк, потому что он совсем не паренёк, да? Значит, вышел у него новый влог, совсем-совсем коротенький, на 9 минут. Чем я не угодил этим людям? Что делать, не знаю. Продать и уехать в другую деревню? Как жить? Да, начинается у нас видеоролик с сумасшедшего смеха, да? И знаете, почему он смеялся, да? Показывая свой дом, якобы, что хейтеры завидуют, ржал он ужас как. Ну, во-первых, этот смех снимал ему стресс, потому что вдруг на него поступила атака, да? И раскрывают его мошеннические действия. И в то же время он вот так вот маскирует свою тревогу, да? То, что он нервничает. Значит, что у нас Олежка рассказывает? Ржёт, значит, показывает нам дом, какой крутой у него дом, и что хейтеры обзавидовались. Дальше показывает баг, семечки. Опять же, говорит про хейтеров. То есть, целый видеоролик он посвятил хейтерам. А знаете, почему? Потому что он боится правды. Он боится этих же хейтеров, которые на него точат зуб, да? И рассказывают, да, кто он такой на самом деле. И рассказывает всё, что скрывает Олежка от бабушек, которыми он, в принципе-то, и продолжает манипулировать. Дальше он показывает на столе крольчиху, да? То есть, мясо кролика. И говорит, вот, убил крольчиху, не стал всё это дело показывать. Ну, естественно, потому что его бы, мне кажется, заблокировали видеоролик, да? За такие видео. Ну, и опять же, да, говорит, не стал я её кормить, толку кормить. Вот, надо теперь это всё дело помыть. Зачем показывает, для чего показывает, а правда ли его эта крольчиха, или он где-то купил? Вопрос тоже в этом есть. Дальше Олежка обращается к хейтерам, что хейтеры не дождутся, которые там написывают ему, да, написывают, чтобы он обращался грубо. Говорит, я не опущусь до вас. Конечно, конечно, снова началась манипуляция. Он это говорит бабушкам, что я такой хороший, я такой добрый мальчик, что бы они обо мне ни говорили. Я просто эталон справедливости и честности. И я не буду таким вот грубым, как те, что написывают мне в комментариях. Да, да, сиротинушка дальше прибедняется, рассказывая, какой он культурный, какой он честный, да, и справедливый. И дальше, ребят, продолжается новая манипуляция. Говорит, я буду дальше снимать видеоролики. Конечно, буду. Только вот простыл, подлечусь. Да, говорит, я распарился в банке и простыл. Вот так вот получилось. Ребят, для чего это было сказано? Как вы думаете? Ой, сейчас же понапишут бабульки. Олеженька, выздоравливай, выздоравливай. Вон пишут, живи, как ты считаешь нужным. Всем не угодишь. Да и зачем? Олеженька, мальчик, нас всеобщий любимец. Не обращай внимания на завистников. Ты друженик, самостоятельный, молодой. Ребят, и так далее. Дальше он уже от себя тяну начал придумывать, да? Начал хайповать на собаке, что якобы хейтеры пишут, что собака голодная, да? И погрызи, говорит, погрызи палку, чтобы хоть что-то ему написали. Представляете, он даже теперь на собаке хайпует, чтобы манипулировать старенькими бабушками. Это ж сколько хитрости, сколько желчи и наглости у этого узбека. Это ужас. Ну ничего, Олеженька, рано или поздно вся правда всплывёт. И я думаю, что даже совсем не поздно, но она всплывёт. Дальше зашёл он на стройку свою и рассказал, что уже там чё-то заказал, да, по электричеству. С кем-то из подписчиков поговорил. Ну, возможно, даже сам с собой не исключено, да. Намёк, что заказал. Теперь осталось только бабло заплатить. Дальше пошёл в курятник. Да, вообще место тебе, Олежа, в курятнике. Кудахтать ты умеешь хорошо и своим кудахтаньем манипулировать пожилыми бабушками. Показал курочек, да, что живые, здоровые, на яйцах сидят, покормил. И дальше, ребят, смотрите, какие хитрые ходы он делает. Он говорит, я никого не заставляю подписываться на мой канал. Если вы ушли, я вам только хорошего желаю. А если вы пришли, то якобы он благодарен. Смотрите, какого хитрого он включает. Добрёхонького, как говорит Уралочка, да. Ну, Узбек у нас тоже же на Урале, поэтому можно сказать так, как Уралочка. Включает такого доброго, искреннего. И в то же время он понимает, что надо таким быть. Бабули это оценят. Увидев видеоролик, они тут же будут в восторге. Какой же Олег молодец. Какой же труженик. И какой он культурный. И какой он молодец, что не обращает внимания на хейтеров. А он-то своего рода выполз для чего? Чтобы пожаловаться на хейтеров. Да. А почему? А потому что горит пятая точка. Правда, Олежа? Горит. И подгорает нехило она у тебя. И смех твой дебильный, сумасшедший вначале. Именно об этом и говорит. Ну и спрашивается, для чего же Олежа записал этот видеоролик? Для того, чтобы пожаловаться на хейтеров. Рассказать, что он простыл и заболел. Да. И чтобы сжалились бабушки и переключили всё внимание на него и никого не слушали. Да. Показать себя таким великодушным, культурным. И якобы он совсем не будет слушать хейтеров и будет снимать дальше видеоролик. Ну и поржать, как сумасшедший, показав свою трусость. Знаете, такой смех именно и говорит о том, что человек чего-то боится. А Олежек у нас боится, что правду бабушки о нём узнают. Что он женатый, что он имеет квартиру, машину и ребёнка. И дурит бабушек. А канал он и дальше будет вести. А как вы думаете? Неужели вы думаете, что Олежа расстанется с деньгами, с халявными, которые он вытрясает из карманов пенсионерок? Позорник, несчастный позорник. Олежа, веди канал, веди, веди. И мы будем тоже рассказывать о тебе параллельно с другим каналом. Да, без лоха жизнь плохо. Мне сейчас интересно, насколько же пропадёт Олеженька. Ну, он же якобы заболел. Он пришёл пожаловаться бабушкам. Сказать, что он простыл. Заболел, да. И хейтеры тут одолевают, да. И пишут всякую ерунду, которую он, конечно же, удаляет. Он всё подчищает. Не только, ребят, писанину хейтеров, да. Но ещё иногда и свои видосы. В которых у него, оказывается, выходят несостыковочки и палево. Да, Олег, чё ж ты так стремительно свои видосы-то убираешь? Опять же, могу ответить, почему. Тебя раскрыли, пятая точка загорела. Закипела, запекла. И приходится всё скрывать. И сейчас, ребят, уже незаметно, незаметно карты. А раньше было как? Выходит ролик вместе с картой. На карту перечисляют деньги. Через несколько часов карта убирается. А что ж, Олежа, ты сейчас не выкладываешь-то карту, а? Бабу Ливонка хотят тебе помочь. Они готовы всё отдать несчастному сиротинушке, который ещё простыл и на которого сейчас летит такая атака хейтеров. И за что же тебе такая беда? В общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока!